30 сентября плюс 18 я все еще в парке наслаждаюсь великолепным нашим солнцем и у меня другой блокнот в руках с надписью план есть до первого удара я продолжаю сравнивать язык и в данном случае бокс я уже сравнивала язык и бокс между собой и комментаторы любят такое говорить что план есть до первого удара потому что спортсмен выходит на ринг он все себе придумал тренировку придумали за него него из голове план как он будет вести матч как он будет вести поединок но он получает первый удар и всех голове все порушилось посыпалась и он уже не знает что делать да некоторые могут сломаться уже на этом этапе будут вообще обезоружены можно получить еще удар и сразу упасть нокаут как это можно применить к языку дело в том что вы замечали я уверена что все подтвердят когда мы допустим составляем какой-то текст на языке или просто говорим какой-то до диалог с собой ведем внутренне допустим на итальянском языке вы изучаете итальянский язык голове все шикарно складывается вы просто ведете там такие диалоги да что как будто ваш собеседник внутренний это данте или герри вы с ним разговариваете все у вас получается великолепно и вы говорите быстро и без запиночек без задержек как только вы открываете рот их начинаете говорить это все вслух перед живым человеком что-то в голове происходит а получается раз и все ты не можешь помнить слова ты забываешь простые слова ты не помнишь вообще о чем ты хотел говорить свою идею свою мысль что ты хочешь донести все это куда-то пропадает а поэтому план есть до первого удара а здесь план есть до первого слова которое ты скажешь слух почему так происходит потому что применительно к языку мы так все великолепно себе складываем в голове потому что у нас нет собеседника реального мы не видим его реакцию мы не знаем какие вопросы мы будем отвечать мы сами себе придумал этот диалог сами себе задаем вопросы сами на них отвечаем то есть мы к этим вопросам готовы что там и повествование идет она это все с нашей с точки зрения как только мы начинаем разговаривать во-первых говорить про себя и говорить слух это разные вещи поэтому я всех всегда призываю читать слух делать все домашние задания слух потому как вы читаете домашнее задание вот так вот вам нужно текст прочитать по его так про себя прочитали все понятно все великолепно получилось только просишь по прочитать на занятии сразу ты не знаешь как читается слова там миллион ошибок интонации во всем во всем во всем ударениях хотя все в голове у человека было великолепно до до начала занятия потому что ты не учитываешь факторы ты не учитываешь фактор того что тебе нужно будет говорить напрягать связки, ты не учитываешь фактор того, что ты будешь находиться в каких-то, может быть, некомфортных условиях или фактор того, что перед тобой будет находиться человек. Вот почему как боксеры, так и изучающие язык должны очень-очень много тренироваться, делать упражнения, много монотонных упражнений для того, чтобы в любой такой ситуации иметь какой-то выход для того, чтобы мозг не совсем вот так поднял лапки и сказал, я больше тут ничего не понимаю как-то без меня дальше, пытался включиться в диалог, попытался включиться в ситуацию и продолжать реагировать дальше. Сегодня, кстати, день переводчика. Не знаю, когда выйдет это видео, но в любом случае я хочу сказать о том, что это очень правило также подойдет для переводчиков, потому что когда ты переводишь, ты вообще абсолютно не знаешь, что человек скажет и как тебе придется, что какие-то слова будешь на это дело искать. То есть невозможно подготовиться к переводу, невозможно выучить что-то, невозможно знать, как пойдет ситуация, которую ты будешь переводить. Но у тебя есть огромный бэкграунд, у тебя есть какие-то знания, навыки, которые ты уже получил в предыдущих переводах во всей твоей предыдущей жизни, когда ты изучал что-то, переводил другие вещи. Ты не знаешь, как пойдет у тебя этот перевод, не знаешь, как пойдет день, но ты знаешь, что мозг подскажет тебе какой-то вариант. То же самое и в боксерах, когда они соревнуются, бьют друг друга, какие-то удары наносят друг другу, естественно, что они не знают, как будет вести себя другой человек, но их мозг автоматически реагирует на это, подбирает какие-то адекватные удары, помогает им уворачиваться от ударов и идти дальше и выигрывать бои. То же самое здесь, в обучении я не говорю, что мы говорим о стрессовых ситуациях, типа боксер на ринге, либо переводчик, устный переводчик, когда ты переводишь, у тебя просто стресс постоянно в своем теле находится, когда ты переводишь. Но даже изучение языка, если ты изучаешь язык, ты делаешь очень много упражнений, они тебе помогут сконцентрироваться в ситуации, когда ты приехал, тебе нужно что-то разговаривать, тебе нужно что-то говорить, объяснять свою позицию, тебе нужно что-то спрашивать, подойти к человеку. Естественно, что барьер, он должен быть преодолен первым контактом, да, то есть сколько бы ты ни занимался, сколько бы ты ни учил, делал упражнения, сколько бы ты ни занимался в зале, естественно, что это никогда не пойдет никакой сравнению с живым боем, когда не пойдет никакое сравнение с живым переводом, что ты вот стоишь и переводишь, да. Сколько бы у тебя не было ситуаций в аудиторных или, да, в тренажерке, ты никогда этого не поймешь, пока не выйдешь на бой, пока ты не выйдешь на перевод, пока ты не выйдешь в люди, не придешь в Италию, не начнешь говорить. Но в любом случае, как бы не было тяжело в начале, знайте всегда, что дальше будет проще, дальше будет лучше. И потом мозг уже, побывав в такой стрессовой ситуации, он начнет адаптироваться, начнет вам помогать находить ответы, о которых вы даже, может быть, не знаете, но он будет вам помогать ориентироваться, он будет вам помогать вспоминать какие-то слова, потому что очень часто бывает как ситуация, что я в стрессовой ситуации забыл все слова, так и бывают ситуации такие, что я в стрессовой ситуации, и я вспомнил то, что никогда даже не знал, поэтому давайте мозгу дадим свой шанс, дадим ему возможность нас спасти, но для этого нужно его подготовить, нужно много заниматься, нужно много учить для того, чтобы ему было проще, вот такие мысли.